Здравствуйте, в эфире Пал Животягин. В этом уроке хочу рассказать про прокси-объекты. Я о них, в принципе, уже рассказывал в своем базовом курсе. Но там я об этом говорил достаточно поверхностно. В этом уроке хочу раскрыть тему немножко глубже. Итак, во-первых, для чего нужны проксики? Проксики – это объекты, которые позволяют оптимизировать сцену и оптимизировать рендеринг. В чем, собственно, смысл? Ну, допустим, у вас, ну не знаю, вы делаете экстерьер какой-то, у вас парковка и на ней очень много машин. Если мы поставим отображение полигонов, мы увидим, что у нас сейчас в сцене всего две машины и при этом уже больше миллиона полигонов. Если мы, допустим, начнем клонировать эти машины, сделаем, например, 10. Посмотрим на нашу сцену. Как видите, у нас уже 13 миллионов полигонов. И это при том, что машин на самом деле не так уж и много. Их может быть гораздо больше. А если учесть, что у нас экстерьер, у нас еще могут быть люди, деревья, кусты и так далее. В итоге полигонов набирается очень и очень много. И, в принципе, любой компьютер начнет тормозить. То есть, если я начну крутить сейчас, в принципе, это все крутится довольно быстро. Но если мы возьмем и скопируем это еще раз. Видите, да, уже подтормаживает. Сделаем вот так. Компьютер считает достаточно долгую операцию. Все, получили почти 150 миллионов. И вьюпорт крутится уже вот так вот, рывками. Достаточно долго. Работать так, разумеется, некомфортно. Это во-первых. И во-вторых, во время рендера вам, скорее всего, просто не хватит оперативной памяти для того, чтобы прочитать вот этот весь объем геометрии. Поэтому придумали проксики. Они представляют собой внешний файл, который подгружается в сцену в виде ссылки. Все, вернули сцены к исходному размеру. Давайте теперь разберем, что такое проксики на практике. Итак, как я уже сказал, это внешний файл, но его, соответственно, нужно вначале получить. Получается он из готовой сцены, если точнее, то из готовых объектов. В данном случае логично использовать два проксика. То есть один проксик будет отвечать за эту машинку, другой проксик будет отвечать за эту машинку. И потом, когда вы этот проксик подгружаете, здесь у вас загружается не вся геометрия, а только ссылка на внешний файл. То есть по сути проксик это как ярлык на файлы в Windows. То есть ярлык просто ссылается на какой-то файл и весит очень мало. То же самое с проксиками. Давайте теперь создадим проксик. Для этого разгруппируем наши объекты. Сделаем по очереди их. Вначале выделим один, изолируем его. И теперь будем создавать проксик. Проще всего проксик создать из одного готового объекта. То есть из объекта, который представляет собой одну сетку. Сейчас у нас объектов несколько. Как вы видите, их достаточно много. Чтобы не путаться и чтобы проблем не было, советую вначале собрать одну сетку. Так, и предварительно давайте скопируем вот эти вот объекты. Так, это у нас тоже группа. Давайте еще раз выделим. Еще раз группу откроем. Так, все, остались шины. И выделяем корпус. Потом я вам покажу для чего это нужно. Делаем копию. В данном случае через копии. Так, и теперь вот из этих сделаем сетку. Так, мышь смуф пока уберем. Здесь тоже. Так, здесь его нету. Одно колесо забыл. Так, и теперь приоттачиваем эти колеса. Материалы пусть остаются как есть. Давайте дадим ему название. Вот так. Это будет первая машина. Так, и аналогичным образом поступим с этим объектом. Здесь тоже нужно все объекты приоттачить. Единственное, если мы будем это делать через обычный оттач. То есть, вот так оттач, да, и по каждому объекту. Это будет долго, кропотливо, и вы можете пропустить что-нибудь важное. Поэтому самый простой и быстрый способ это выделить только те объекты, которые хотите приоттачить. Еще раз их изолировать из сцены. И теперь можно спокойно нажать по кнопке Touch List. И у вас здесь будут только те объекты, которые у нас изолированы. То есть, вы можете все выделить и нажать Touch. Разумеется, если у вас компьютер, ну, относительно нормальный. Потому что, если он совсем слабенький, то может не хватить оперативки, и у вас просто вылетит. Поэтому, на всякий случай, перед этим сохраните файл, и потом уже попробуйте. Если не получится, то есть, если Max вылетит, то сделайте это просто в несколько заходов. То есть, нажимаете Touch List, выбираете там, например, первых 10, да, нажимаете Touch. Если все проходит нормально, потом повторяете процедуру для оставшихся по очереди, да. Так должно сработать. Так. Это первое. Второе, что я вам хочу посоветовать. Начинайте приоттачивать с какого-то одного объекта. То есть, с однотипного объекта. Допустим, у вас, опять же, экстерьер, да, вы делаете парковку, и у вас таких машин много. Но делать там 100 уникальных машин смысла нет. Во-первых, это долго, неэффективно, и нет смысла на самом деле. Достаточно, например, сделать машину к 10-20, и случайность показать в виде разных материалов. То есть, если мы сейчас возьмем материал с этого объекта, мы получим вот такой вот материал. Это V-Ray Blend Material. Здесь в виде основного материала вот такой, через карту Full Off. И дальше, через смешивание у нас идут еще два материала. Ну, я так понимаю, это чтобы сделать автомобильную краску. Вот, и в принципе, вы можете скопировать эту машину. Пока пусть будет через копи. Скопировать этот материал. Здесь поставить там двойку, или просто дать какое-то другое название. И здесь поменять цвет. Например, она у вас будет красная. Окей. Этот цвет копируем. Вставляем сюда. Так. Этот цвет вставляем сюда. Ну, я это просто на скидку делаю, да. На самом деле, цвета могут быть другими. И для этого объекта мы этот материал применяем. Все. У вас получится две абсолютно одинаковых машины, но разные материалы. Если у вас будет таких материалов там с десяток, у вас уже получается гораздо больше случайностей. То есть, 10 машин плюс 10 цветов. У вас уже получается, по сути, 100 уникальных машин. Но когда у вас с сеткой это происходит, тут проблем нет. Вы просто создаете другой материал, назначаете его, да, и проблема уходит. Но когда вы делаете проксик, у вас вот этот объект, он становится сложным. То есть, я сейчас покажу вначале. Сделаем коллапс. Коллапс selected. Сейчас у нас 3D Max соберет это все в одну сетку. Готово. Так. И если мы теперь материал возьмем, у нас материал почему-то получился вот таким. То есть, получился какой-то сбой, и у вас все материалы развалились. Такого, конечно, быть не должно. Но если мы будем делать через этот тач-лист, должно быть все нормально. Оставляем эти значения по умолчанию. Все материалы должны сохраниться. Так, все готово. Теперь это у нас одна сетка, как вы видите. И если мы возьмем материал с нее, мы увидим вот такой вот большой список материалов. В данном случае их 17, может быть и больше, и 20, и 30. Зависит от того, какая у вас машина, ну и вообще какой у вас объект. И когда у вас таких объектов много, не всегда понятно, какой из этих материалов отвечает за цвет корпуса. То есть, в данном случае очевидно, что это вот этот материал, но машина могла бы быть серой, и здесь все материалы выглядят примерно одинаково, все серыми. В принципе, у них есть и имена, и найти нужный материал можно, но если он находится у вас не первым, а где-то в серединке, то отыскать его достаточно проблематично. Это во-первых. Во-вторых, если у вас машины разные, то цвет корпуса в каждой машине может находиться в разных местах. То есть, отыскивать его каждый раз достаточно неудобно. Поэтому я хочу вам порекомендовать начинать приоттачивать с одного и того же объекта. Так, возвращаемся. Все. То есть, когда вы делаете проксик, советую вам приоттачивать вначале с корпуса, потому что все остальные цвета вы, скорее всего, корректировать не будете. Они подойдут для любой машины, а цвет корпуса вы менять будете. Поэтому выбирайте именно объект корпуса и к нему уже приоттачивайте все объекты. Тогда у вас 3D Max будет считать, что вот этот объект главный, и его материал поставят в качестве первого ID. Вот так, понятно, да? Вот он первый. Если мы сейчас начнем с красный, например, у нас будет то же самое. Так, вначале выделяем, изолируем, выбираем корпус, и тач лист, выделяем все, и тач, окей. Так, все, объект соединился. Теперь, если мы возьмем пипеткой материал, мы увидим примерно ту же самую ситуацию. То есть, у нас первый материал, это материал корпуса. Так, все, думаю, с этим понятно. Давайте это уберем и уже создадим проксик. То есть, все, у нас есть одна сетка. Давайте ей дадим имя и превратим ее в проксик. Тоже на всякий случай. Давайте изолируем, чтобы лишнего ничего не было. Кликаем правой кнопкой мыши, находим здесь V-Ray Mesh Export, нажимаем его, и открывается вот такое окно. Это как раз создание проксика. У меня V-Ray версии 3.3, если у вас другая версия, например, версия 2.4, у вас вот это окошко, если я не ошибаюсь, выглядит немножко иначе. Но суть на самом деле не меняется. То есть, все основные параметры у них остались. Давайте разберем настройки. Что здесь важно? Первое – это путь, в котором будет лежать ваш внешний файл, то есть, сам прокси-файл. Советую вам в структуре папок для своего проекта создать папку прокси и в нее складывать все прокси-объекты для этой сцены. Поэтому здесь прописываем путь к вашему файлу. Первые параметры определяют, как будет формироваться проксик. То есть, если у вас один объект, как мы сейчас его собрали, в один эти два поля, здесь не существенно, что выбрать. Можете выбирать, любой результат не изменится. Но если вы не приоттачивали, а делаете проксик из группы объектов, тогда вот этот параметр вам сам соединит все объекты в один объект и из них сделает проксик. Если выберите вот этот пункт, то каждый объект, который вы выделили, он будет сохраняться в свой проксик и, соответственно, на выходе вы получите набор прокси-файлов. Мне этот параметр нравится не очень. Я всегда собираю в один элемент, поэтому разницы нет. Но поскольку у первого параметра появляется дополнительная опция, давайте мы рассмотрим именно его. Суть данной опции в том, что мы можем поставить галочку и указать другой объект, который будет определять, как будет прокси-файл выглядеть. Ну, давайте мы к этому вернемся немножко позже. Так, дальше галочка. Она определяет, что будет сохраняться анимация в прокси-файле. Дальше автоматически создает прокси-файл. То есть, если галочки нету и вы нажимаете ОК, у вас просто сохраняется прокси-файл вот по этому пути, вот под этим именем. И все. В сцене у вас ничего не меняется. Но если вы ставите автоматический Create Proxy, у вас удаляется вот этот объект и вместо него, в это же самое место, ставится прокси-файл, который вы, соответственно, вот сюда создаете. Чем вот этот вариант, ну, лично для меня предпочтительнее, тем, что материалы, которые вы вот здесь вот назначили на этот объект, при конвертировании его в прокси-файл, они сохранятся. То есть, когда мы нажмем на ОК, у нас прокси-файл сохранится по этому пути, да, появится в этой сцене и на нем будет назначить тот же самый материал, который у нас назначен на этот объект. Если этой галочки нету, то прокси-файл сохранится чистым. То есть, на него никакой материал назначен не будет и когда его будете присоединять к какой-либо сцене, вам нужно будет назначать материал на этот объект, чтобы он рендерился правильно. На мой взгляд, это неудобно, поэтому я всегда создаю такой объект и проблем с материалами тогда у меня не бывает. И здесь хочется еще сказать важный момент, что есть ряд объектов, на которые практически всегда нужно делать прокси. Ну, то есть, это не обязательно, это вы просто сами, скорее всего, к этому придете. То есть, например, деревья, нет никакого смысла оставлять их в сетке. И если вы используете какой-то определенный набор деревьев, то советую вам добавить все эти деревья в одну сцену, приоттачить все объекты для каждого дерева в один мэш и конвертировать их все в проксики. И если вы оставите эту галочку включенной, у вас эти проксики соответственно, сразу встанут в сцену, на ней будут назначены правильные материалы и потом эту сцену сохраните как отдельный файл. Положите ее рядом с этими проксиками и в следующий раз, когда вы будете делать сцену какую-то, вы будете вставлять не сами проксики, а просто делать мэш для этой сцены. У вас, соответственно, сразу появятся в сцене все эти деревья, которые у вас находились в этой сцене в виде проксиков. И вы их просто раскопируете, как вам нужно, расставите. И не нужно заморачиваться ни с материалами, ни с добавлениями каждого отдельного проксика. И то же самое, разумеется, касается машин. То есть у меня есть сцена, в которой там 20 машин разных. Я превратил их всех в проксики, сохранил в отдельный файл. машины и каждый раз просто к сцене присоединяю сразу весь набор машин. Это довольно сильно ускоряет работу. Так, что дальше еще может быть интересно? А, ну еще один момент. Перед тем, как в проксе превращать, советую ставить опорную точку сразу в нужное место. То есть, поскольку вы первый объект, который выделяете, имеет свою опорную точку, она может находиться где угодно, хоть в центре, там хоть слева, хоть вообще где-то за пределами геометрии. И когда вы приоттачиваете остальные объекты, опорная точка остается в том же месте. И она может быть не там, где вам нужно. Поэтому переходите в панели иерархия, включайте пивот-поинт, ставьте ее вначале в центре и потом опускайте на уровень пола. Ну это для машины, да, конкретно. Для дерева это скорее всего точно так же будет. Все, теперь у вас опорная точка стоит в нуле по Z и в центре по осям X и Y. И теперь, когда вы ее будете ставить на землю, вам достаточно просто указать координату 0 и она у вас соответственно встанет точно в 0. Не нужно будет подгонять, искать там что-то. То есть вы вот этим действием как бы решите для себя проблему позиционирования. Так, снова заходим сюда. путь указываем правильный. Здесь название по умолчанию ставится такое же, как называется ваш объект. Ну, плюс, соответственно, расширение файла. Так, и в принципе, вот этих настроек достаточно, чтобы получить проксик. То есть все значения остальные оставляем по умолчанию, нажимаем ОК и у нас получается Сейчас 3D Max подумает. Все, готово. У нас получился вот такой объект. Выглядит он очень странно, но это именно благодаря тому, что проксик пытается оптимизировать геометрию. То есть он сохраняет не все полигоны, а по какому-то там алгоритму своему. И поэтому геометрия в проксике может быть вот такой рваной, непонятной. И это один из пунктов, который мы сейчас с вами еще рассмотрим отдельно. Теперь смотрите, берем пипеткой материал и видим, что у нас материал как раз вот такой, какой мы на него назначали на сетку. Давайте выдернем, если запустим рендер. Я без всяких настроек просто запущу, чтобы было видно, что все материалы рендерятся одинаково. Ну, то есть, что они все рендерятся вот по этому списку. Запускаю рендер. Ну, видно, да? То есть все материалы рендерятся разными. То есть, несмотря на то, что в сцене геометрия отображается одним цветом, на рендере все получается верно. Так, и вот теперь возвращаемся к тому, что у нас геометрия выглядит вот так вот немножко коряво. Давайте вернем нашу геометрию до конвертации в прокси. Все, вот она у нас сетка. И теперь смотрите, если, допустим, вы хотите, чтобы ваша геометрия выглядела более адекватно, не так рвано, потому что никогда не понятно, как она будет выглядеть при экспорте. Но при этом сохранять всю геометрию неправильно, потому что у вас тогда количество полигонов в сцене-то не уменьшится и оптимизации по сути никакой не получится. Поэтому нужно создать такую геометрию, которая будет понятна для этого объекта и при этом она будет лоупольная. То есть содержать малое количество полигонов. Вот для этого мы с вами делали вот эту сетку, экспортировали. Ее в принципе можно еще дополнительно оптимизировать, если хотите там пробежаться, удалить лишние полигоны, ну в общем сделать ее с меньшим количеством полигонов. Колеса вообще можно цилиндрами заменить, главное, чтобы они занимали нужное положение и имели такой же размер. Все, и теперь мы эту машину ставим в то же самое место, где у нас стоит вот этот объект. Так, они у нас немножко не совпадают, но это ладно, в данном случае несущественно. Просто когда вы будете вот эту геометрию делать, вы ее тогда смещайте в сторону на определенный шаг, чтобы потом на этот же шаг можно было ее вернуть назад и она у вас встала в то же самое место. Так, выделяем наш объект. Теперь кликаем правой кнопкой V-Ray Mesh Export. А, да, кстати, давайте я вам покажу, как выглядит этот файл. Вот мы его экспортировали, это Car001 VR Mesh и имеет вот такой размер. То есть вот этот файл, он как раз загружается в вашу сцену. Так, теперь выделяем этот объект. прописываем путь к этой сцене, ставим теперь вот эту галочку, кликаем Pick Preview Mesh, взять сетку для превью и здесь нужно попасть вам по вашему объекту, но поскольку они находятся один над другим, то есть вы можете просто не попасть по нему. Здесь можно воспользоваться Select By Name по умолчанию клавиши H, если я не ошибаюсь, у меня это клавиша N. Мы ее нажимаем, здесь открывается список всех объектов и мы выбираем вот этот файл Low. Нажимаем Pick, он здесь прописывается и теперь когда мы создаем так, давайте здесь тогда поставим другое имя, чтобы он у нас не перезаписался. Нажимаем ОК, у нас создается проксик, но он у нас создается не в такой рваной геометрии, а в виде вот этого объекта. все готово. И теперь наш прокси объект выглядит вот таким вот образом. Теперь у нас один объект это проксик, вот этот, а второй объект это та сетка, по которой мы этот проксик делали. Все, теперь у этого проксика тоже можно выставить опорную точку вниз и копировать сколько вам их нужно. Соответственно копируем через instance обязательно. Теперь вот этот материал берем пипеткой отсюда потом копируем здесь ставим двоечку заходим сюда здесь ставим двоечку и меняем цвет как делали в прошлый раз на красный все и теперь назначаем его уже вот на этот объект убедите что у вас эта галочка выключена чтобы у вас все объекты которые скопированы через instance не перезаписались и все у вас получается два разных автомобиля так теперь переходим снова сюда видим что здесь у нас уже два объекта этот объект имеет больший размер потому что он еще запоминает и сетку в которой он отображается так ну и в принципе все то есть вот так вот работают с прокси теперь давайте рассмотрим основные его параметры первый параметр это собственно путь к прокси файлу если мы здесь сейчас поменяем на один подгрузится та первая сетка и мы получим ту же самую рваную геометрию которая была в прошлый раз возвращаем на двойку все то есть вы любой прокси файл можете обновить и поменять на любой другой дальше здесь вы можете корректировать масштаб непонятно только зачем можно обычным масштабом это делать дальше у нас есть группа дисплей она позволяет управлять отображением нашего прокси объекта в сцене то есть либо это бокс самый оптимальный вариант если вас не смущает что геометрия может отличаться от ну самой сетки то вот этот самый идеальный вариант потому что здесь совершенно нет полигонов 3dmax соответственно очень легко и быстро это все обсчитать дальше вот этот параметр это собственно то что мы с вами сделали то есть он берет сетку из файла который мы указали честно говоря не помню чем отличаются вот эти два параметра по сути они одинаковые так но вот этот работает быстрее так дальше point это создается просто точка вот такая но с ней работать разумеется невозможно то есть нельзя поставить в нужное место непонятно какого размера геометрия ну и так далее то есть ее можно использовать только если например вы уже все настроили у вас уже все стоит на своих местах и вам в общем-то не важно как это выглядит и где находится ну и последний параметр он возвращает всю геометрию которая была и отображает ваш прокси файл как изначальная сетка ну соответственно подгружаются все полигоны то есть если мы просто переключаем способ отображения да у нас обновляется и количество полигонов которые 3ds max обрабатывает поэтому самый оптимальный это boundary box если вам хочется какую-то геометрию иметь то используйте вот этот параметр если по какой-то причине нужна полная сетка ну соответственно переключайтесь сюда так ну в принципе пожалуй все последнее что хочется сказать это то что не обязательно использовать прокси только тогда когда у вас много копий одного и того же объекта то есть когда вы создаете деревья их там сотни да там очевидно что прокси делать нужно чтобы сцену облегчить но если у вас например даже одно дерево то есть вы его не копируете оно у вас в одном экземпляре то все равно ее стоит конвертировать в поле хотя бы для того чтобы это дерево лежало снаружи за пределами сцены да тогда ваша сцена будет быстрее сохраняться то есть если например дерево весит 100 мегабайт у вас таких деревьев там штук 5 например для рендера это небольшая проблема но все вместе они соответственно весят там 500 мегабайт и ваша сцена каждый раз сохраняется по минуте смысла в этом нет проще сделать из каждого дерева прокси и тогда сцена будет весить на 500 мегабайт меньше и сохраняться гораздо быстрее это во-первых во-вторых во вьюпорте проксики крутятся гораздо быстрее чем реальная геометрия да ну по этой же самой причине потому что не все полигоны подгружаются ну соответственно работать комфортнее и быстрее ну и в-третьих для рендеринга проксик все-таки более предпочтительная вещь потому что при отсутствии проксиков то есть если у вас реальная геометрия вся у вас прежде чем V-Ray начнет рендерить всю сцену он в начале загружает в оперативку всю геометрию для того чтобы просчитать лайкэш и радианс соответственно ему нужно достаточно много оперативной памяти для того чтобы эта вся геометрия в нее поместилась когда вы работаете с проксикой проксики могут подгружаться постепенно то есть они не загружаются все целиком загружается один проксик обрабатывается по ней собирается вся нужная информация для V-Ray потом эта информация выгружается подгружается следующая то есть это делается поэтапно и соответственно вы можете при меньшем количестве оперативной памяти получить все же желаемый результат то есть рендер у вас все равно будет и 3ds Max не вылетит так ну вот теперь пожалуй все надеюсь все было понятно надеюсь урок был вам полезен желаю вам успехов и увидимся на цифромагазин точка ком так вот вот я Продолжение следует...